Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 3 сентября 2020 года. Фильм внеочередной, но не могла не показать вам очередную кривду российско-американской торговой компании под флагом Триколор и её кульбиты. Сначала было очень-очень грустно, но опять думаю, подмена понятий и атака на детские умы. А потом постепенно стало смешней и смешней. Ну, думаю, что вам тоже под конец того, что я вам покажу, будет тоже смешно. Начну по порядку. На что я обратила внимание, так это на логотип общероссийского диктанта «Победы», который проходит сегодня, 3 сентября 2020 года. На логотипе «Разорванная звезда», «Синяя перышко» и дата 3 сентября. Какой «Победы», спрашивается? Оказывается, «Победа» имеется в виду, как понимаешь, по отдельным моментам во Второй мировой войне. Тогда кого, кем не акцентируется, просто диктант «Победы». 3 сентября. Ну, позвольте, Вторая мировая закончилась 2 сентября 1945-го, завершилась полным разгромом Квантунской японской армии. «Красная армия победила Квантунскую армию, милитаристка Японии». Сравните с фразой на параде «Победы», чей вопрос, 24 июня 2020 года. Сказал президент, «Нацизм победил советский народ». Все слышали, все знают, разлетелось по интернету этот момент. Все, всем съездили по ушам, все обратили внимание на эту фразу. Это было слишком, это было дико. Это впервые так прозвучало, впервые за 75 лет со дня окончания войны 1941-1945 года. Да, так прозвучало, нам не послышалось. Еще раз почувствуйте разницу. Фраза. «Красная армия одержала победу над Квантунской японской армией, и нацизм победил советский народ». Сравнили? Разница очевидная. Смотрите мой фильм «Чью победу празднуем». Я подробно разбираю символику логотипа, главного логотипа победы. Чьей победы? Понятно, чьей. А теперь ребята, которые «Нацизм победил советский народ», не останавливаются в своем творчестве и расширяют границы своей победы. 1945-2020 в Холодной войне. И для них это архиважно. Почему? Потому что же они капиталисты. Настоящий капитализм есть фашизм. Так как итоги Второй мировой войны были победа социалистического, первого в мире социалистического государства трудящихся и крестьян, Советского Союза, над капиталистическими фашистскими государствами, боролись две системы, и Советский Союз вышел победителем. И мы, дети, внуки победителей, мы воспитывались в этой среде. Мы точно знали наши символы, какие наши, какие не наши. И вот прямо у нас на глазах кривда мешает и подменяет все символы нашей победы над фашизмом, нашего советского народа. И фашистские знаки внедряют в среду медленно, но нагло и навязчиво. Тупо, навязчиво, очень навязчиво, давят и давят. Упоротые, тупые фашистские знаки. И те, кто давят, те тоже упоротые и тупые. И точно не русские мозги. Сразу вспоминается Задорнов. Теперь остро понимаешь, что он имел в виду. Но до чего навязчивые? До чего наглые и навязчивые. Вот тягучие такие, как клей. Вот эти вот и лезут, и лезут к нам. И сейчас они не могут победить в прямой битве русский народ. Но они вот так вот, они вот так вот проталкивают свои фашистские знаки, свою фашистскую символику. Ну и естественно, сейчас мы посмотрим на сайтах это все. Вот сайт Диктант Победы. 3 сентября 2020 года. Разорванная звезда. Голубым перышком. Чьей победы? Чьей победы-то? Знать, чтобы помнить. А что помнить-то? Что конкретно? И вот пошли тут разорванные не пойми что. И вроде бы фотографии советские разорванные, разодранные. И вроде бы вот они советские, да, солдаты, Гитлеру, Берлин. Но логотипчик-то у нас стоит какой? Да, пожалуйста. Проект Вячеслава Никонова. Это не тот ли Вячеслав Никонов, который гражданин США? Да, хорошую фразу тут вставили. Память о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, должна сплачивать наше общество и укреплять наше государство на будущие времена. Кстати, тоже никакой конкретики. Нигде не сказано про советский народ. Нигде. Посмотрите, что это. Организаторы диктанта. Нарышкин, Турчак. Так, хорошо. Но это не все. У блогера, у одного из активных блогеров, который занимает активную позицию, борется с продвижением фашизма в нашей стране, я обратила внимание на логотип Юн Армии. Юн Армия. Вот она. Что это такое? Всероссийское детское, юношеское, патриотическое, военно-патриотическое общественное движение, созданное в январе, зарегистрированное 29 июля 2016 года. Соучредителями движения являются ДОСАФ России. О, какой знак. Значок ДОСАФ России. Ветеринарская общественная организация вооруженных сил России. Ветеранской, пардон. ЦСКА в лице его заместителя Светланы Хоркиной, а также Валентина Терешкова. Но куда же у нас без коммунистки Валентина Терешкова? Без советской коммунистки советского космонавта, героя Советского Союза Валентины Терешковой. И Валерий Востротин. И вот у нас какой логотип. Это типичный фашистский логотип. Ну, еще вот вместо звезды с фастикой будет полная аналогия. А разве Грифон, который и у Наполеона был, Орлана Грифона, и у Гитлера, и у НАТО, это что, не фашистский знак? Это фашистский знак. Это тот самый Грифон, который Дрангнах Остен повернут на восток, и он воевал с Советским Союзом. И разодранная звезда. Вот так они слили вот этот знак, взяли нашу звезду, не пойми, что из нее слепили, и детям уже впаривают. И вот вовсю уже детям впаривают. Но главное тут все как красиво написано. И физическое и нравственное совершенствование, повышение в обществе авторитета и престижи военной службы, сохранение и приумножение патриотических традиций. Пардон, а против кого вот этот значок? Против кого выращивают этих? Если кругом у нас будет на планете фашизм, и вот этот значок, то для кого выращивают этих детей? Против кого они будут воевать? Против советского народа, против собственных родителей, дедов? Так получается? Вот это все, конечно, грустно. Так, хорошо. Посмотрим ДСААФ. Вот ДСААФ в Советском Союзе был какой, и вот теперь ДСААФ российский. Почувствуйте разницу. Вот здесь уже на этом этапе мне становится смешно. А дальше мне становится еще смешнее. Сначала мне было грустно про эту юнармию. Грустно-грустно, что вот детям, детским, вот нашим хорошим, красивым таким детишкам, потому что агрессивно, эту красную форму, красные береты, все это очень агрессивно. И вот здесь мне стало смешно. Что общего у юнармии и Гитлер Юнген? Ну, оказывается, народ уже во все это сравнивает. Хотя я могу сказать, что даже по фотографиям все равно лица наших детей, они не злобные, в отличие от немецких фашистских детей. Гитлер Юнген. Они уже злые какие-то. Видите, они уже вот все. А наши простые лица. На просторах сети можно много найти критических высказываний и статей в адрес военно-патриотического юношеского движения Юнармия. Потливые умы усматривают в этой организации попытку вырастить будущее пушечное мясо безмозглую молодежь, которая будет слепо поддерживать любой режим и быть солидарной власти, несмотря на любые преобразования. Я даже не буду вот это читать, потому что это не главное. Это уже следствие. Но увидели, сравнили. Увидели, что есть какое-то сходство. Опять-таки на лица немецкие посмотрите. Они уже очень злые. Они уже убийцы. Вот особенно это лицо. Что из себя представляет Юнармия? Это военно-патриотическое детско-юношеское движение. Было оно создано в 16-м году. Так. Цели я не буду читать Юнармия. В чем функция? Отечество. Призвано воспитывать молодежь, призывать гражданской социальной активности, развивать чувство патриотизма. Интересно, вот с фашистскими логотипами, к какому патриотизму прививать чувство? Идеи интернационализма, противодействовать экстремизму, изучать историю Отечества. Какого Отечества? Теперь вопрос. Малой Родины, краеведение и военное наследие страны. Какой страны теперь у нас уже? В Российской Федерации страны? У нас вообще Советский Союз. И в Советском Союзе фашистские символы были невозможны. Невозможны. Юнармия изнутри. Автор статьи. Два года был руководителем юно-армейского отряда. Одного из первых в своем городе. Поэтому из первых уст могу рассказать, как выглядит. Но опять они к Путину все это привязывают. Не надо привязывать. Ведь дело смотрим в общем. Смотрим глобально. Когда вся эта задумка нашей власти стала воплощаться в реальность, то к детям приезжали серьезные диаденьки из ДСАФ и представители региональной юно-армейской организации. Показали крутой ролик с красивыми парнями и девчонками. В крутой песочно-красной форме, которые маршируют, стреляют, про отечество вещают. Рассказали все. Пообещали, что юно-армейцам форма эта будет выдано. Будет сделана специальная юно-армейская комната. Калаши дадут для тренировок, соревнований, турпоходы, сбора и многое из чего. Действительно, появилось немало желающих и девчонок, и мальчишек, жаждущих ступить в юно-армию. Собрали мы их, забубенили устав, отправили на присягу. Там им вручили эти странные юно-армейские значки. Вот человек тоже замечает, что он странный. Правда, дети так и не поняли, почему на значках изображена советская звезда и американский орлан. Как минимум, все это, но очень похоже. Я в ответ так тоже и не нашел. Видимо, замысел дизайнера был скрыт от нашего понимания. Конечно, скрыт, потому что им нужно сделать подмену. Они понимают, что сразу, если они просто заменят на фашистские символы, мы это все, так сказать, встанем на дыбы. А тут постепенно внедрять, внедрять, внедрять. И чтобы поколение, еще 10 лет, 20 лет, чтобы свыклись вот с этой слитой символикой. Тут вам и звездочка, пожалуйста, и тут вам и орланчик. И вот слиплась, и чтобы у нас здесь уже был свой фашизм настоящий. И знаете, что было дальше? Ничего, форму покупайте сами. Вот тут начинается смешно, потому что, ну это же торговая корпорация, это же вам не Советский Союз. Как-то государство все оплачивает. Форму покупайте сами, 40 тысяч комплект. Не, ну она действительно добротная, хорошая, но не знаю никого, кто бы самостоятельно ее купил. Сказали так, если форму средств купить нет, соображайте сами свою. Это по уставу разрешается, только значки прикрепите, значочки прикрепите. Юнармейскую комнату сами, калаши сами, да и все остальное сами. Сами маршируйте, тренировки сами, тренеров тоже найдите. Но эти вопросы, как правило, решают директора клубов и школ, но все это затратно и непросто. В общем, спонсирование ноль. Ну, конечно, так у нас же капиталисты тут, капиталисты, фашисты, они же не собираются никого спонсировать. Развлекайтесь, как хотите. Реальные комплекты, формы есть в основном только в головных отделениях ЮАрмии, да и в администрации. Кстати, если прочитать Юнармия наоборот, то что у нас получится? У нас получится «Я им раню». Вот так вот интересно получается. Значит так, их, конечно, выдают юнармейцам для показательных парадов по красным датам, для увечного огня постоять для фото. Желающие участвуют в зорницах и в других сборах, но так это и кроме юнармейцев много кто делает и школьников, коллаж мы, конечно, им нашли. Кстати, девчонки собирали лучше парней. Рекорд в нашем отряде 6 секунд. Для юнармейцев это все, по сути, игра войнушку и не более. Хотя уже много десятилетий, есть та же самая зорница, военные сборы и прочее, но все это десятилетиями функционирует. Если бы мне показали такие крутые видео в моем детстве, я бы тоже захотел вступить в юнармию. Идеи хорошие, до реализации пробуксовывают. В Германии, кстати, в отличие от современной России, все было серьезнее и масштабнее. Поэтому сравнивать и называть юнармейцев Путин-юнген глупо. Тем более задачи, клятвы и прочее, но диаметрально противоположны. Юнармия очередная попытка создать воспитательный компонент для молодежи, чтобы росли патриотами, а не пивко по подъездам распевали. Только и всего. Плюс популяризация армия. Ну вот так. Вот уже смешно. Вот уже смешно, потому что все за свой счет. Фашистские знаки продвигаем, а все остальное материальное, там, где денежки надо платить, все, ребята, за свой счет. Ну и теперь, собственно, еще одна подмена. Как делают подмену по Второй мировой войне, по окончанию Второй мировой войны. Вот, пожалуйста, сайт Родина, какой-то тут сайт. И снова Третьего сентября. Почему Госдума изменила дату окончания Второй мировой? Итак, Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны. Было 2 сентября, стало 3. Госдума приняла закон, и теперь днем окончания Второй мировой войны объявляется 3 сентября вместо 2 сентября 1945 года. Но для чего это все? Родина разбирается. Берут какие понятия Родина? Вот уже смешно. Госдума приняла закон, и теперь днем окончания Второй мировой войны объявляется 3 сентября вместо 2-го. Но уже смешно, уже театр абсурда, просто, кто такая Госдума РФ, чтобы менять даты окончания Второй мировой войны. клоуны инициатором закона стал герой России генерал-полковник Владимир Шаманов. Ну вот, подвинули Владимира Шаманова и теперь он вошел так сказать вошел в ряд плохишей. Берут популярных людей и через них проталкивают вот эти дурацкие совершенно вещи. Авторы закона проекта отмечают, что праздником Победы над Японией указом Президиума Верховного Совета СССР было объявлено именно 3 сентября. А мы это сейчас посмотрим в Большой Советской Энциклопедии 1904 года, ну только чуть попозже. А сейчас пока этот сайтик, что он еще тут нам впаривает. И вот они уже в фотошопе сделали плакатик 3 сентября праздник Победы над Японией. Кто-то зайдет и скажет, ну вот уже он плакат, а это фотошоп. Вот еще показывают, вот еще там что-то говорят, а тут еще один у нас фотошоп. И сейчас уже вот этого очень много вбросов в сеть. Смотрите, что написано 3 сентября 1945 и 1947 А вот это откуда взялась? Всенародный праздник Победы над империалистической Японией. То есть взяли вот это вот какой-то может быть и советский плакат, заменили цифру Ку-2 на цифру Ку-3, а еще эту дату поставили 1945 1947 года. Хотя война-то с Японией длилась всего с августа по 2 сентября. Все, было закончено за месяц. А здесь у нас два года. Бравые японские самураи бились с советской Красной Армией. Два года аж. Но нельзя же сказать, что за месяц их разбили. Надо сказать, чтобы два года было. А что не 48 или 50 А что мелочиться-то? Ну, дали бы уже там уже 53 год, до смерти бы Сталина написали. Не понимаю, что они мелочились-то. Так что уже становится смешно. Вот и здесь нам фотошопик сделали. Как все здорово, как все прям-прям. И здесь-то у нас фотошопик 3 сентября. Везде подгадал канал этот, сайт этот родина. Чья родина? Непонятно. И снова 3 сентября. Так, хорошо. А теперь я хочу вернуться к конституции Российской Федерации, поправки которые были с такой помпой, ну, как бы приняты 1 июля этим летом 2020 года. А патриотически настроенные блогеры, их там три говорящие головы, они прям вот в этом патриотизме просто ну, ну, исходились, аж выпрыгивали из своих кресел. Вот такой у них прям патриотизм, патриотизм, патриотический патриотизм, прям вот супер, пупер, прям вот такие они все патриот. И слова главные за отечество, за отечество. И вот мы смотрим, как конституция защитит историческую память. Вот как раз эта поправка и входила в конституцию, новую конституцию, Государственная Дума. Вот теперь смотрите на этот спектакль. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации «Как Конституция защитит историческую память». Мы продолжаем серию разъяснительных материалов об изменениях, которые вносятся в основной закон страны. В этой статье мы расскажем, какие поправки, инициированные президентом РФ Владимиром Путином, защитят историческую память, правду и ценности нашего народа. Но тогда надо вопрос сразу, какого народа? Какой народ имеется в виду нашего народа? Кто их на? Кто они, во-первых, и что за народ тут имеется в виду? К советским людям это отношение не имеет. Ну и дальше. Защита исторической правды. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умоление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Все хорошо, гласит часть третьей статьи 61-й. До внесения изменения этой нормы в Конституции не было. То есть умоление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. И правоприемственность с СССР. В основном законе закрепляется, что наша страна является правоприемником Союза СССР. Не СССР, Союза СССР на своей территории, а также правоприемником, правопродолжателем Союза СССР в отношении членства международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза СССР за пределами территории РФ. Сохранение исторических традиций и единства. Я все читаю с официального сайта. В статье 67 также проявляется новая часть 2, где сказано, что Россия объединена тысячелетней историей и сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства признает исторически сложившееся государственное единство. Ну как все тут круто, без пол-литра не разберешься, конечно. Но главное, что защита исторической правды, то есть умаление значения подвига народа в защите отечества не допускай. И чем мы видим? И чем мы тут видим? И мы видим, как она объявляется в Государственной Думе 3 сентября вместо 2-го. Тока-тока она сказала, ну, не-не-не-не-не, нельзя ни в коем случае менять историческую правду, мы ее защищаем историческую правду. И тут же она у нас, опа, Государственная Дума объявляет 3 сентября вместо 2-го. То есть это мировая война, это мир принял дату 2-го сентября. А Государственная Дума РФ, да что ей там мир-то это какой вообще? Она взяла и объявила 3-е сентября. Ну, ну, говорит же этот самый Федоров, что клоуны все сидят. Вот клоунада тут и идет. Весело, правда? Мне уже становится весело, просто смешно. Ну, а сейчас я хочу прочитать, как это на самом деле написано Большой Советская Энциклопедия. Настоящая Советская Энциклопедия настоящего Советского Государства, которое никуда не делось, которое существует, которое никому никакие полномочия, никаким торгово-американским компаниям не передавало и передать не может, потому что Советский Парламент, как я уже говорила в фильмах, был расстрелян. Так что никакой преемственности быть не может. Все это самозваные названия. Ну, они что хотят, то и говорят. Хотят 2 сентября, хотят 3 сентября. Но для чего это все нужно? Сейчас мы это поймем, когда мы прочитаем то, что написано в Большой Советской Энциклопедии. Так, читать я буду. Вот она, Большая Советская Энциклопедия. Это Тяжеленная Книженца. Вот, пожалуйста, это она. Пятый том. Вторая мировая война 1939-1945. Видите, как даты пишутся? Война 1939-1945. Война, подготовленная силами международных империалистических реакций и развязанной главными агрессивными государствами фашистской Германии, фашистской Италии и милитаристской Японии. Мировой войне, как и первая, возникла в силу действия закона неравномерности развития капиталистических стран при империализме. Явилась результатом резкого обострения, межимпериалистических противоречий, борьбы за рынки сбыта, источники сырья, естественно, за что же еще войны идут, сферы влияния и приложения капиталов. Война началась в условиях, когда капитализм уже не был всеобъемлющей системой, когда существовало и крепло первое в мире социалистическое государство СССР. Раскол мира на две системы привел к возникновению главного противоречия эпохи между социализмом и капитализмом. Вот это главное. И это и есть, почему они меняют дату со второго на третье число между социализмом и капитализмом. Межимпериалистические противоречия перестали быть единственным фактором мировой политики. Они развивались параллельно и в взаимодействии с противоречиями между двумя системами. Враждующие капиталистические группировки, борясь друг с другом, одновременно стремились уничтожить СССР. Однако в мировой войне началась как схватка двух коалиций крупнокапиталистических держав. По своему происхождению она была империалистической, ее виновниками явились империалисты всех стран, система современного капитализма. Особую ответственность за ее возникновение несет гитлеровская Германия, возглавлявшая блок фашистской агрессоров. Со стороны государства фашистского блока война носила империалистический характер во всем ее протяжении. Со стороны государства сражавшихся против фашистских агрессоров и их союзников характер войны постепенно менялся. Под влиянием национально-освободительных борьбы народов шел процесс превращения войны в справедливую антифашистскую. Вступление Советского Союза в войну против вероломно напавших на нее государства фашистского блока завершило этот процесс. Далее я не буду это все читать и сразу мы вернемся к окончанию Второй мировой войны. Тут несколько страниц про нее. Вкратце вкратце несколько этапов и завершающий этап. Кстати вот они фашисты сегодня приставов нарядили в такую же форму. А это американские солдаты. Там они были союзники а сейчас они оккупанты на нашей территории. Потому что все принадлежит иностранцам. Все в иностранной юрисдикции. Все советское имущество в иностранной юрисдикции. И вот черным по белому пятый период войны 9 мая 2 сентября 1945 завершающий период войны на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана приведшие к окончанию Второй мировой войны. На проходившей 17 июня 2 августа подсдамской конференции 1945 глав правительств СССР глава делегации Иосиф Сталин США глава делегации Трумэн и Великобритании глава делегации Черчилль 28 июля Этли Было принято решение о демилитаризации денофикации и демократического переустройства Германии уничтожении германскому монополистических объединений Три державы подтвердили намерение полностью разоружить Германию ликвидировать всю германскую промышленность которая могла быть использована для военного производства Советская делегация подтвердила что СССР вступает в войну против Японии внимание 26 июля от имени глав правительства Великобритании США и Китая была опубликована Потсдамская декларация 1945 года содержавшая требования о капитуляции Японии Японское правительство отклонило это требование 6 и 9 августа США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки убив и искалечив около 1,4 миллиона мирных жителей это было варварское злодеяние не вызванное требованиями войны и служившие лишь цели запугать другие народы и государства вооруженные силы Японии продолжали сопротивление вступление в войну против Японии Советского Союза 9 августа 1945 решил ее сход в пользу союзников советские войска на Дальнем Востоке для ведения боевых действий против Японии были сведены в три фронта Забайкальский 1 и 2 дальневосточные которые имели 76 дивизий 4 танковых и механизированных корпусы 29 бригад совместно с советскими войсками действовали монгольские соединения всего в составе группировки находилось полтора миллиона человек японские войска сосредоточены в Манчжурии Корее на Сахалине и в Курильских островах насчитывали 49 дивизий и 27 бригад всего 1,2 миллиона человек в результате быстрого разгрома японской Квантунской армии советскими войсками были освобождены северо-восточная часть Китая Северная Корея Сахалин и Курильские острова с чего-то они теперь лезут было все освобождено успешные действия Красной армии стимулировали всего месяц за месяц их разбили развитие широкого даже меньше чем за месяц национально-освободительном движении в Юго-Восточной Азии 17 августа 1945 была создана Индонезийская республика 2 сентября Демократическая республика Вьетнам 2 сентября 1945 года японское правительство подписало акт о безоговорочной капитуляции так завершилась шестилетняя борьба свободолюбивых народов против фашизма Итоги Вот Итоги Второй мировой войны Вторая мировая война оказала огромное влияние на судьбы человечества Не участвовало 61 государство 80% населения земного шара Войные действия велись на территории 40 государств Вооруженные силы было мобилизовано 110 миллионов человек Общие людские потери достигли 50-55 миллионов человек Из них убиты на фронтах 27 миллионов человек Но естественно больше убитых мы уже знаем что больше Военные расходы и военные убытки составили 4 триллиона долларов Материальные затраты достигли 60-70 национального дохода боевавших государств Только промышленность СССР США Великобритании и Германии изготовила 652 миллиона 7 тысяч самолетов боевых и транспортных 286 миллионов 7 тысяч танков самоходных орудий и бронемашин сверху 1 миллиона артиллерийских орудий и так далее по милеметам В ходе войны силами империалистической реакции не удалось достигнуть своей главной цели уничтожить Советский Союз Вот какая была главная цель уничтожить Советский Союз И вот сейчас подменой понятий они хотят все-таки уничтожить Советский Союз Подавить коммунистическое рабочее движение во всем мире В этой войне ознаменовавшей дальнейшее углубление общего кризиса капитализма был полностью разгромлен фашизм ударной силой международного империализма Война неопровержимо наказала необоримую силу социализма и Советского Союза первого в мире социалистического государства Подтвердились слова Владимира Ильича Ленина Никогда не победят того народа которым рабочие крестьяне в большинстве своем узнали почувствовали и увидели что они отстаивают свою советскую власть власть трудящихся что отстаивают то дело победа которого им и их детям обеспечит возможность пользования всеми благами культуры всеми созданиями человеческого труда полное собрание сочинения 5 издания том 38 страница 315 можно пойти и проверить победы одержаны антигитлеровской коалицией при решающем участие Советского Союза способствовало революционным преобразованием во многих странах и районах мира в соотношении сил между империализмом и социализмом произошел коренной перелом в пользу последнего исход второй мировой войны облегчил и ускорил в ряде стран победу народно-демократических и социалистических революций вот для чего нужно было государственной думе совершить подмену понятий 2 сентября заменить на третье потому что они есть никто и звать их никак поэтому это игры театра абсурда который находится сейчас на оккупированной территории Советского Союза который победил во второй мировой войне который там меньше чем за месяц разбил квантунскую армию но сейчас пытаются вдвинуть в молодые мозги что это два года шло там 47-й год откуда-то взяли просто впаривают просто впихивают вбрасывают вот это все вранье но они же кривды они же торговая компания под американскими флагами поэтому их агрефон здесь к нам они залезли вот уже фашистские знаки здесь процветают и они понимают что они не победят советский народ но они хотят вырастить новое поколение с одной стороны это очень грустно безусловно это серьезная опасность и надо родителям всем внимательно на все это смотреть и показывать детям что это ложь вот да это тяжело придется вот раздвоение такое будет но надо это говорить каким образом идет подмена понятий с другой стороны ничего у них все равно не получится потому что они как говорил заторнов они все-таки тупые они совершенно нас не понимают вот вот совершенно но ну вот непонятием нашей русской души все потоки у них в общем-то оказываются их крахом и в этот раз раз они уже вот так вот в наглую пришли в наш дом это будет у них очень серьезный и очень большой окончательный крах наше дело правое враг будет разбит победа будет за нами благодарю за внимание всех вам благ делитесь этим видео с вами была Галина Конышева до свидания